Друзья, привет! У нас сегодня такой интересный день. Первый раз мы решили попробовать с супругой. В общем, нам соцработник сказал, что какой-то активидат спортивный. То есть активидат – это такой день спортивный, ну, или какие-то мероприятия, в общем, активный, от слова активный, активидат. В общем, мы пришли в школу. Я вам сейчас немножко покажу, познакомлю со школой вообще, что значит школа в Испании. Школа от самых маленьких до самых больших. Ну, как и у нас, в принципе. В общем, и что мы будем здесь делать, я еще, честно, не знаю для самого загадка. Но мне очень нравится, что здесь огромное поле. Вот это огромное поле зеленое. Дальше большущий. Вот это все идет спортзал. Все спортзал. Потом еще поле для детей. Сейчас у них перемена. И все вышли. Кто-то ест на... Вон, девочки едят, прям сидят на... В общем, как в фильмах в американских, европейских. Вон, сидят, прям едят на... 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 На асфальте. Не на траве, а на асфальте. Тоже еще одно поле уже на асфальте. В общем, прикольно. Сейчас посмотрим, что же будет интересного здесь. То есть, друзья, перемена здесь, это, как сказать, не то, что перемена, там 10-15 минут, а заканчивается учеба у них же здесь около часа-двух. И потом они... У них свободное время до трех или до четырех. Вон, они себе просто едят, принимают еду. В общем, все играют, гуляют. А потом снова начинается учеба. Там еще на часик, на полтора. И возвращаются домой около четырех. Вот еще одно поле. Друзья, короче, выяснил, что же это за день сегодня активный. Это сегодня день мигрантов. Ну, как день мигрантов. Просто организовали такое мероприятие активное для мигрантов из разных стран, из разных организаций. И там и Кру-Роха, то есть Круз-Роха, Красный Крест, и Каритас, и наша организация. В общем, со всех. И будем здесь играть в футбол, или там танцевать. Ну, разные будут мероприятия. Короче, будем веселиться. Заметим масштабы, масштабы этой школы. Это просто реально полторы тысячи человек. У меня один учитель, мы пообщались, рассказал. Ну, организатор, один из организаторов. Говорит, здесь полторы тысячи человек, полторы тысячи детей, которые учатся разных возрастов. И заметьте, какие тут масштабы, сколько площадок всяких разных для занятия спортом. Баскетбольное, футбольное, огромное поле. Я помню, я учился в большой школе достаточно. У нас было 1200, 1200, 1100 человек. И пару, точнее, не пару, а два поля, которые мы вытоптали сами. Между деревьями забивали голы. В общем, вот такие вот у нас были поля. Не говоря об этом. Я сейчас снимаю так немножко по-хитрому. Поэтому, извините, что там дрожит, возможно, что-то. Вот так немножко познакомлю вас. Классно. Дети тут едят сами. Ну, то есть сейчас время обеда как раз, и их кормят там бесплатно. Ну, как бесплатно. У них тут свой какой-то взнос на шторы. В общем, да, едят там, рассыпают еду прямо на улице. И все это организовывают. И сами детки, сами детки там старших классов насыпают еду. А вот здесь начинается мероприятие, по-моему, уже начинается для мигрантов. Нам сказали, что здесь. Да. Огромный спортзал закрытый и профессиональное поле. Тут специальное отведенное здание для раздевалок. Туалет. Вообще, я вам сейчас его покажу снаружи. Раздевалки, туалеты. Тут какие-то кабинетики такие. Раздевалка, душ, душевые. Вот это вот здание. Это все под раздевалки, под душевые. То есть, вот это обычная государственная школа. Жена моя дала голевой пас. А я почти забил гол. Ну нет. Тут такой темп вообще. Ребята так шпилят в этот футбол. Конкретно причем. Короче, классно. Мы провели время. Я на футбол в Испании. С испанцами. В основном испанцы, школьники. Но они тут шпилят. Ну, вы сами знаете, как испанские клубы играют. И вообще испанцы. Короче, все. Пора за малым ехать. Все, друзья. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.